На сегодняшний день, как мы понимаем, ООО «Аксиома» уходит из города Москвы и, соответственно, из Краснодарского края. В данных регионах мы представлены. Если говорить о Краснодарском крае, то мы работаем в Краснодарском крае со времен проведения Олимпиады. У нас очень много гостиниц с нами работает, от самых маленьких до самых больших. Если говорить о рынке Москвы, то мы на рынке Москвы недавно, то есть уже определенное количество гостиниц работают, мы готовы подключить любое количество гостиниц в городе Москва. И в данной ситуации не стоит переживать, то есть достаточно любой гостиницы Москвы или Краснодарского края зайти к нам на сайт skalofms.rf и, соответственно, подать заявку на бесплатное обучение или на подключение к системе Skalofms. Здесь следует отметить еще тот факт, что мы это подключение сделаем быстро и учтем те денежные средства, которые они оплатили за средства криптографии и за электронную цифровую подпись. То есть им не надо будет платить, соответственно, нести эти затраты. Кроме того, у нас есть существенная разница в тарифных планах. То есть мы не берем плату за регистрацию российских и иностранных граждан. И, соответственно, подключаясь к нам, гостиница может выбрать любой тарифный план в зависимости от сезонности работы, величины этой гостиницы, технологий, которые они используют и других параметров, интеграции с гостиничной системой. В общем, все то, что хочет гостиница, будет реализовано. По Санкт-Петербургу ситуация такая. То есть у нас достаточно много желающих подключиться и использовать именно наше программное обеспечение. В настоящее время ни одной гостинице не подписано соглашение об электронном взаимодействии, хотя регламент есть. Собственно, все документы подаются, все те же самые. Значит, сейчас то, что реформа еще, я так понимаю, и этот параметр будет использован, и там откажут ряду гостиниц, потому что идет реорганизация, хотя везде абсолютно все нормально работает, никаких вопросов не возникает. Мы готовы отработать этот вопрос очень быстро. То есть, пожалуйста, можем и с представителями УФМС Санкт-Петербурга, если надо, с нашей стороны. То есть достаточно простой вопрос, во многих регионах работает, никаких проблем не возникает, поэтому Санкт-Петербург должен подключиться, и там должны появиться первые клиенты. Кроме того, мы видим, что за нами идет определенное количество организаций, которые предоставляют свои сервисы. Это, так скажем, наши партнеры в прошлом, компания «Контур», это еще ряд компаний. Но этот процесс просто не остановить. То есть, я думаю, что за нашими гостиницами, которые сейчас выбрали наше решение в Санкт-Петербурге, и будет еще целый ряд гостиниц, которые выберут решение «Контура», решение еще ряда компаний. И другого варианта нет. То есть, эта сфера, она должна быть демонополизирована. Ну, на сегодняшний день у нас подключено достаточно много регионов, значит, почти 40 регионов. Значит, мы в месяц, ну, месяц к месяцу не приходится, но в среднем подключаем 3-5 регионов новых в месяц. Значит, у нас план на этот год закончить, полностью охватить и сделать федеральный сервис. Значит, у нас есть два решения. Первое решение — это решение для больших гостиниц, и для гостиниц, которые имеют автоматизированные системы. Это решение программно-технический комплекс «Скала-гостиница», который, кроме того, что может работать с ФМС, может еще выполнять ряд интересных функций, которые использовались на Олимпиаде. И, собственно, любая гостиница может это узнать, потому что впереди чемпионат мира по футболу. Значит, и есть еще облачный сервис «Скала-ФМС», который предназначен для малых гостиниц, где малые гостиницы могут, собственно, передавать необходимые данные о иностранцах и о россиянах, федеральную миграционную службу. Ну и, в принципе, пользоваться всеми возможностями по проверке и другими вещами по снижению рисков плановых и неплановых проверок, которые реализованы в этом программном продукте. Значит, первое, чтобы подключиться, значит, необходимо гостинице определиться с тарифным планом, оплатить, собственно, счет и предоставить документы на электронную подпись. Затем, получив электронную подпись, это в течение одного рабочего дня можно сделать, значит, скомпоновать весь пакет документов и отнести их в УФМС соответствующее, где они находятся, но не в территориальное, не в ОФМС, а именно в УФМС. Значит, затем, значит, ожидаем подписания соглашения, соглашения об информационном взаимодействии с УФМС на российских граждан и на иностранных граждан. После того, как это соглашение получено, значит, скан-копия также направляется нам, значит, происходит регистрация гостиницы как поставщика данных по российским и иностранным гражданам, и с этого момента гостиница может отправлять информацию о россияных и иностранцах в УФМС. Значит, параллельно с этим или до этого, то есть гостиница может обучить любое количество своих специалистов абсолютно бесплатно, дистанционно. Значит, для этого нужен всего лишь компьютер, подключенный к интернету и телефон, и 15-20 минут времени. Значит, соответственно, сотрудники гостиницы могут задать любые вопросы, которые их интересуют по программному обеспечению, и спокойно использовать это программное обеспечение. На сегодняшний день мы действительно обладаем самым большим потенциалом по интеграции, поскольку прошли Олимпиаду. Значит, мы можем работать с любой системой разными способами. Значит, со многими компаниями у нас есть специализированные модули, как, например, там, АЧРС, паспортный модуль, да, ну, и так далее, и так далее. Много компаний, с которыми работаем. Значит, и также есть и другие возможности интеграции, в том числе для, там, каких-то самописных систем. То есть достаточно быстро это все делается. Ну, и кроме того, у нас уже накоплен этот опыт. Естественно, после того, как мы имеем данные о том, какая система в отеле стоит, то приходится еще там в течение одного-других дней там проводить настройку, потому что даже при одинаковой системе отельеры по-разному заносят информацию. И вот эти технологические особенности, они тоже учтены, то есть забиваются в конфигурационный файл и выгружаются. Теперь по способу работы и выгрузки. Значит, программно-технический комплекс Кала-гостиница он работает в автоматическом режиме, то есть это автоматическая выгрузка без участия человека, значит, которая позволяет существенно в разы сократить нагрузку на персонал. Значит, и если говорить про сервис Кала-ФМС, то он работает либо в ручном режиме, то есть если мы набиваем, да, либо с файловыми выгрузками. Когда человек в гостиничной системе выбирает каких-то людей, выгружает их в файл, и этот файл затем обрабатывается сервисом Кала-ФМС. То есть одно — это автоматический режим, другое — автоматизированный режим. Первая очевидная выгода в том, что если установлен срок, в течение которого вы должны зарегистрировать иностранного либо российского гражданина, а этот срок — один рабочий день, то если вы предоставили данные хоть в электронном виде, хоть в бумажном, но неверные, то ответственность несет поставщик этих данных. Ответственность, она огромная, поэтому, собственно, это просто... Ну... Работали же огромное количество времени селпост, платили за регистрацию каждого гражданина, именно потому что, собственно, достаточно большой риск в этом отношении. Да, и тот же самый штраф можно получить и в бумажном виде. То есть принесли вы неправильно данные, сдали, ушли, а, собственно, потом получаете штраф. В тот же самый момент возможен и использование электронного программного обеспечения, если мы рассматриваем просто как форму для заполнения этих данных. То есть у нас в системе присутствует целый ряд функций, которые позволяют как раз-таки обезопасить. Ну, первая из функций — это постоянно обновляемый модуль проверки. Данный модуль проверяет все данные на россиян и на иностранцев с учетом тех особенностей, которые, в том числе и региональных особенностей, которые есть там в УФМС, и не дает возможность отправить данные с ошибкой. Ошибки могут быть какие? Вы можете указывать даты, ну, к примеру, я регистрирую иностранного гражданина, и у вас есть дата в паспорте, есть дата в миграционной службе, в миграционном, да, и дата в визе. С них могут быть несоответствия. Например, он просрочил визу, или там вы там вбиваете не ту визу, или еще что-то. То есть то, что вы просто не заметите, да, а все эти моменты, они все заложены в модуль проверки, он все это контролирует, и этого гражданина не даст отправить, напишет, что у него вот именно такая-то ошибка, или там огромное количество ошибок, исправляйте и отправляйте. Вот. Это одна из подсистем. Ну, и у нас есть еще и вторая подсистема, которая советует человеку, что делать в какой ситуации с его гражданами, потому что ситуация, она же тоже меняется. То есть есть различные там продления, там выезды, там и так далее. Вот. Система следит за этим, уменьшая риск быть оштрафованным. Если посмотреть историю проведения Олимпийских игр в городе Сочи, то, соответственно, есть решение антитеррористической комиссии номер 63, то есть гостиницы. Многие это знают, да, кто не знает, могут найти, прочитать. Соответственно, там есть определенные требования, которые надо выполнять. Эти требования безопасности, и, соответственно, они достаточно актуальны и при проведении чемпионата мира по футболу. Кроме того, чемпионат мира по футболу, он отличается от Олимпиады в Сочи тем, что это территориально распределенные мероприятия, то есть обеспечивать безопасность будет еще сложнее. Если мы говорим о регистрации граждан в федеральной миграционной службе, то здесь срок один рабочий день, это приемлем. То, соответственно, при проведении различных мероприятий, чем оперативнее поступает информация, тем больше времени имеется на то, чтобы принять правильные решения. У нас есть соответствующий федеральный закон, есть все необходимые требования, есть программные средства, которые имеют соответствующие разрешительные документы, то есть это ФСБ и СТЭК. Мы в своей деятельности используем как раз-таки такие средства. У нас используется Криптопро, у нас используется Випнет, у нас используется Атлекс. И также при электронном документообороте мы используем электронные подписи удостоверяющих центров, которые аккредитованы в Минкомсвязи. В Олимпиаду мы работали с компанией Контур, они были единственным удостоверяющим центром, но после Олимпиады мы обязаны работать со всеми удостоверяющими центрами и обеспечивать равные условия для всех удостоверяющих центров. Следующий такой тренд или тенденция, к которой обязательно надо будет готовиться гостиницам, это соответствие требованиям федерального закона о персональных данных. Мы в этом году планируем такой сервис начать предоставлять, потому что даже если вы руками носите бумагу в УФМС, вы обязаны выполнять этот закон. И это тоже очень интересно. То есть можно посмотреть, а кто их выполняет. Найдем ли мы такого, кто выполняет, когда при бумажном документообороте регистрируют граждан. Поэтому это действительно следующий тренд, который надо закрывать в течение ближайших лет, потому что требования законодательства есть, наказания за это есть, и, соответственно, все надо приводить в соответствие закону. Мы, кроме того, что занимаемся именно безопасностью, я говорил, у нас сложилась такая молодежная команда, которая стала интересна не только безопасность, а стала интересна вообще индустрия гостеприимства. Мы поэтому приняли решение вступить в Российскую гостиничную ассоциацию, и в рамках Российской гостиничной ассоциации сейчас будем выводить на федеральный уровень и на зарубежный уровень в этом же году ряд сервисов, 14 сервисов для индустрии гостеприимства. То есть это сервисы, которые позволяют улучшить общение между клиентами и гостиницей, увеличить количество клиентов, увеличить количество допродаж, величину среднего чека и так далее. Если касаться тарифных планов, у нас действительно множество тарифных планов, то есть мы беседовали с самими гостиницами, мы беседовали с представителями Министерства курортов и туризма, и, соответственно, тарифы разработаны исключительно под гостиниц, чтобы им было удобно этим пользоваться. Ну и, безусловно, мы закладывали определенную прибыль. Если говорить про Москву, то да, здесь, конечно, затраты на подключение, они гораздо выше, то есть исходя из даже того оборудования, которое здесь используется. Причем мы думаем, что эта ситуация, она изменится, потому что те средства, которые используются по всей России, а именно ВИПНЕТ, это абсолютно разрешенное средство, которое и должно использоваться для подключения гостиниц. И если мы в Москве эту схему со временем переделаем, перейдем к ВИПНЕТу, то цены только уменьшатся. В данном случае большое количество клиентов и большой охват позволяет держать минимальные цены. Ну и тут еще есть один момент. Мы, конечно, ждем, что когда-то выйдет сервис от Минкомсвязи через госуслуги, соответственно, маленькие хостелы и гостиницы, они будут заниматься именно через них, отправлять свою информацию. Потому что, действительно, если у тебя один-два человека, собственно, гораздо проще один раз пройти регистрацию на госуслугах и, собственно, работать. Наши же продукты, они предназначены несколько для других вещей. То есть нам надо, чтобы был минимальный риск получения штрафов, чтобы все выгружалось автоматически и тратилось очень мало ресурсов в компании. То есть не было дополнительных людей, двойного ввода, соответственных ошибок и так далее.